Добрый вечер всем, и, как всегда, мы с молитвой на устах ради благополучия и успеха наших воинов, выздоровления раненых, возвращения пленных. И Талия хотела упомянуть свою бабушку, пожалуйста, можно это сделать. Сарабад-Барух. 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 Хорошо. Мы с вами в одной из труднейших книг Танаха, если не в самые трудные книги Мышлей, притчи царя Шламу. У нас с вами Парашат Хукатпа, глава о красной корове, которую сжигают целиком для того, чтобы приготовить пепел для очищения тех, кто прикоснулся к мертвому или прикоснулся к тому, кто прикасался к мертвому. И говорят, что закон настолько загадочный, что царь Шламу говорил, что он его не понимает. Но никогда не верьте ему напрямую. Зачем он говорил, что он его не понимает? Для того, чтобы мы бились головой и пытались решить ту задачу, которую якобы царь Шламу не смог решить. Это его метод. Неожиданные посылки, так сказать, провокации в хорошем смысле слова, это та методика, которой он пользуется в Мишле. И у нас с вами был пример, когда он неожиданно говорит, не пренебрегая по учениям, наставлениям отца и торе и матери твоей. Хотя надо было бы сказать наоборот. И это пробуждает мысль, заставляет думать. В таком же плане и вся книга, и мы постараемся пройти по ней. И я все время думаю, как ускорить темп, чтобы нам успеть побыстрее. Или все-таки останавливаться на многих моментах подробно. Все-таки, наверное, лучше, подробнее, чем бежать. Да, да, да. Поддерживаю, поддерживаю. Хорошо. И я поддерживаю. Замечательно. Ну вот, мне ваша поддержка очень важна. Ваша любая реплика. Открывайте микрофон. Кричите, ругайтесь. Только чтобы не было монолога у меня такого. А лучше, гораздо лучше диалог. И здесь совершенно неожиданный какой-то ход царя Шламо. Он описывает мудрость или даже мудрости, как нечто живое, личностное, если так можно сказать. Вот посмотрите, что он нам говорит. Мудрости многие во дворе шепчутся. На улицах подает голос свой, здесь в единственном числе. На главных шумных местах призывает она при входах во врата в городе, говорит она речения свои. Доколе невежды любить будете невежество и циники, доколе будете обожать цинизм, а непонятливые ненавидеть знания. Что это за мудрость? Откуда она взялась? Царь Шламо говорит о своей попытке, и не только своей попытке, а попытке мудрецов поколения возвысить сыновей Израиля. Мы с вами говорили о том, что если Давид шел со стороны, так сказать, песни, возвысить духовно песни и поэзии теми песнями, которые исполняются в храме, то царь Шламо больше со стороны мудрости. И тот период, когда он правит и в его заслугу, есть благополучие, есть все условия для того, чтобы учиться постигать мудрость, а не только сидеть на пирах и пировать и пить вино, он не хочет этого ни в коем случае. Если забежать куда-то вперед в истории, то мы увидим, что в Северном царстве, в период правления Иеравама II, когда Северное царство достигло благополучия, благоденствия и благосостояния высокого в каждом доме, особенно у царей, что погубило пюре, вино, то, что погубило Северное царство. И так, как мы с вами говорили, благополучие всегда должно быть пропорционально мудрости, духовному развитию народа. Или, наоборот, можно сказать, духовное развитие, мудрость народа должна всегда догонять и быть пропорционально благополучию состоянию народа. И вот царь Шламо, он не просто пишет книги, он пытается, именно пытается создать систему обучения, которая затронет каждого и каждого человека, а, может быть, даже и кроме системы обучения, сделать так, чтобы в каждом городе, на каждом перекрёстке, на каждой улице, у каждого двора человек мог встретить мудреца Торы, который ему скажет несколько слов из Торы, и с которым можно посоветоваться. Если Достоевский сказал, что красота спасёт мир, то уж царь Шламо точно полагал, и, так сказать, в полушутку небезосновательно, что мудрость спасёт мир, прежде всего спасёт еврейский народ. И можно сказать, забегая вперёд, что его попытка не увенчалась успехом. Но посмотрим. Но в любом случае для чего все сказаны эти слова? Для того, чтобы понять текст, во дворе царя Шламо собираются мудрецы, которых, слава богу, немало в еврейском народе, особенно в Ярушалаиме. Они, люди, приближённые ко двору, ещё Давид превратил Ярушалаим в город высокой духовности, не только город, в котором стоит храм и приносится жертвой, но город полный пророков и мудрецов Торы. И Шламо продолжает это дело отца и продвигается в этом Ярушалаим. Это действительно город мудрости, о котором можно сказать, что из Ярушалаима, что из Сиона выйдет Тора, а из Ярушалаима слово Бога. Это период Шламо. И вот мудрецы думают, думают, как донести мудрость, мудрость Торы и мудрость, так сказать, жизни, основанную на Торе, как донести до каждого, как затронуть каждое сердце, и они говорят, говорят, шепчутся, то есть разговаривают друг с другом во дворе. На улицах подает голос свой. Мудрость, образ такой мудрости, но на самом деле это мудрецы, это живые люди, просто мудрость здесь собирательный образ такой. А вот мудрецы, они обсуждают во дворе Шламо, они выходят на улицах и призывают. При входах в ворота в городе, говорит она, ворота города, это всегда было местом, где заседал Сан-Видрин, или там говорили мудрецы, произносили речи, потому что в воротах города на городской площади, которая сразу за воротами, всегда собирается множество людей, и это место, так сказать, выступлений и речей. И там мудрецы говорят. И идея, она понятная, донести мудрость до всех, это задача непростая, которая не стояла никогда ни перед одним народом. Представьте любой другой народ, какая бы вера у него ни была, у него всегда есть верхушка и элита в плане не только, скажем, там, роскоши жизни и власти, но в плане знаний. Верхушка обладает знаниями, цари, безусловно, учатся и усваивают самые разные звания. Есть колдуны, гадатели, и это небольшая прослойка, остальные люди не знают ничего. Что сделал Всевышний? Он подвел народ Израиля к горе Синай и сказал, все должны быть мудрецами, все должны быть мудрецами. Все мудрецы по своей природе и все, как бы, фактически должны стать мудрецами. Это что-то невероятное, что-то огромное. Всевышний говорит с каждым и каждым. С каждым говорит на его языке, не только на том языке, которым он обладает, которым он разговаривал в Египте, на том языке, на том уровне, который он может понять, но не просто разговаривает на его языке, а возвышает его, выводит куда-то совершенно на необычный для простого человека уровень. В этом заключалось дарование Торы. Каждому на его уровне и возвысить, поднять с этого уровня. И вот царь Шламо, о котором говорится, что он сидит на престоле Всевышнего, это не значит, что он замещает Всевышнего. Упаси Бог, но образ такой, но еврейский царь, он правит властью Всевышнего, распространяет силу Всевышнего, идеи Всевышнего. И самое главное – превратить каждый день в день дарования Торы для всех. Это и заповедь, и это необходимость. Просто необходимость, иначе невозможно выжить. Иначе дурное желание, которое как бы вытекает или базируется на роскоши, на богатстве, это дурное желание, страсть к перам, к лёгкой жизни, к свободной жизни, она захлестнёт. Единственное спасение – это мудрость. И вот мудрецы повсюду, и они не просто выходят и, скажем, кричат и говорят, у них есть план, они посоветовались, как это делать. И вот они выходят, и они повсюду. Кстати, такая ситуация, когда распространение знаний Торы было совершенно необходима, она возникает не первый раз. В эпоху Шофтим, очень тяжёлую эпоху, когда еврейский народ сблизился с идолопоклонством, проблема была в том, что мудрецы не ходили по городам, из города в город, не обучали народ, не говорили с ним. и представление о Боге, о том различии, которое есть между нашей верой и верой окружающих народов, стало исчезать, нивелироваться, уходить из жизни. Тот, кто вернул ситуацию, спас народ. Спас народ. Это был пророк Шмуэль. Он начал ходить из города в город, и у него было множество учеников, которые ходили из города в город и обучали людей. Медраж обвиняет мудрецов Тора, эпохи Шофтим, эпохи Судей, то, что они не поняли ситуации, они не стали ходить из города в город, так сказать, обливать свои ноги, утруждать себя, и это привело к катастрофическому положению. Царь Шламо мудрый, прозорливый, если так можно сказать, он не хочет повторения такой ситуации, и он делает все возможное для того, чтобы каждый еврей был мудрецом, мудрецом Торы, так, как будто он стоит у горы Синай. Пускай будет у всех свой уровень, пускай будет у всех свой подход, свое понимание, но они должны жить Торой. Это то, что царь Шламо говорит здесь, представляя мудрость, как некоторый персофиницированный, так сказать, объект или субстанцию. И следующая посылка, когда человек может сказать, ну, это не для меня, у меня нет способностей, у меня нет возможностей, мне нужно работать, да и вообще это не лежит в области моих интересов. Да, тут как бы сразу вот эта вот Тора, большая, огромная, устами мудрецов, она обращается каждому и каждому. Да, коли невежте, любить будете невежество. Да, вы хотите сказать, что у вас нет способностей, но способностей к обучению есть такая книга «Медражды бейт Ильягу». Это как бы собрание тех историй, высказываний, которые идут от пророка Ильягу, когда он приходил в этот мир для того, чтобы наставлять мудрецов. Вот один из рассказов, он приходит, как обычный человек, к рыбаку и начинает его расспрашивать. Начинает его расспрашивать, а вот почему ты здесь забрашиваешь в сети? Он ему объясняет, что вот здесь такая рыба, здесь течение такое-то, и он спрашивает его, как ты забрасываешь в сети? Он ему объясняет подробно. И в конце пророк Ильяу спрашивает его, А почему ты не учишь Тору? И понятно, что после этого разговора, такого глубоко профессионального, с глубоким знанием природы и с глубоким знанием дела, он не может сказать, у меня нет способностей. У него есть способности, у каждого человека есть способности и доказательства, то, что он обеспечивает себя, то, что он работает. И если он может работать, и у него есть способности, чтобы обеспечить себя, у него есть способности, чтобы учить Тору постигать мудрость. И единственное, что – это любовь к невежеству. То есть, да, ну зачем мне эти знания? Это только нагружает, отягощает, или, как говорят, зачем мне забивать этим голову? Какой в этом смысл? Ну, я вот, если что, я вот лучше пойду у кого-то и расспрошу еще что-то, что мне поможет в моей профессии, в моем деле мне поможет. Как лучше ковать железо, как лучше ловить рыбу, как лучше шить одежду. Зачем мне забивать этим голову? Это все бесполезные какие-то сведения, как разговор о нравственности, разговор о Боге, о его свойствах. Что это дает? Невежды любят невежество и очень часто гордятся этим своим невежеством, то, что они люди простые, они исполняют заповеди по-простому. Пришел, да, сказал молитву утром, пошел дальше, отработал, вечером сказал Марьев, да, вот, и они гордятся вот таким простой, невозрестной, такой невозрестной жизнью с исполнением заповедей, да, а циники, доколе будете обижать цинизм, да, вот, и они здесь, циники, перекликаются с невежными, потому что циник – это тот, кто лец на иврите, тот, кто понижает, так сказать, ценности чего бы то ни было, да, ценности Тора. И циник говорит, ну, что там Тора, да, ну, что там Тора, ну, что там эти мудрецы, дома учения, а я вот сам открою книжку и почитаю, да, то есть циники пренебрегают, пренебрегают арахим, как сказать, да, системой ценностей, да, и они не пойдут учиться, потому что они считают, что они сами могут и дома учения, и традиции, которые передаются из поколения в поколение, ну, это всё, это всё хорошо, но это не так важно, да, и получается, что нету, нету неспособных людей, неспособных людей, и невежество, да, и вот такое пренебрежение традиций, её передачи из поколения в поколение, оно чисто, так сказать, на уровне желания, мировосприятия человека, да, а непонятливые ненавидеть будете, ненавидеть знания, да, непонятливые, понятно, это каждый может, каждый может понять, ну, хорошо, у людей есть разные способности, ну, каждый может что-то извлечь, извлечь для себя, да, что-то может извлечь себя очень ценное. Нет, он говорит, да, я это не понимаю, да, я это не понимаю, это мне, это мне не подкладывайте, это мне не подсовывайте, это не объясняйте заранее, он не хочет напрягаться, он говорит, я не понимаю, Поэтому, если в народе есть невежество, отсутствие знаний Торы, то это только исключительно по, так сказать, собственному желанию, по собственному убеждению. И это то, что раскрывает царь Шламо. То есть, как бы, вот такое вот дарование Торы, которое происходит каждый день в период Шламо. И если кто-то, если до кого-то оно не доходит, то это только потому, что он им пренебрегает и не хочет. И вот эта мудрость, обобщенная такой образ мудрости, она говорит, вернитесь к моему наставлению. Вернитесь, потому что для сыновей Израиля Торы это всегда возвращение, потому что получили ее у горы Синай. И даже если выучиваешь что-то новое, открываешь, то все это было дано с горы Синай, возвращение такое к Торе. Вот и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Опять ничего простого, ничего тривиального. Тора, который вот идет через мудрецов, через множество мудрецов, которые по повелению Шламо, по его наставлению и вдохновению, они стараются передать знания народу, внести знания в народ, это Тора говорит, я и залью на вас дух мой. Я не только научу вас, я не только буду сидеть с вами учить, там, али в бет, мишна, мишна, гемора. Да, это не только это, может быть, самое главное, я и залью на вас дух мой. Дух, да, дух руах – это желание, да, желание. И если у вас будет элементарное желание, да, то Всевышний, то Всевышний добавит его, расширит его, но изначальное желание должно быть ваше, да. Дух мой, говорит Тора, да, не ваш дух, мой дух, да, способность постигать мудрость в ответ на ваше стремление к ней. Так я постарался кратко сформулировать здесь вот эту посылку, да. Вот, и возвещу вам слова, возвещу вам слова мои. И тогда, когда будет желание, я скажу вам слова, которые дойдут до вашего сердца уже, которые вам будут дороги, которые вы будете обсуждать, думать над ними, да. Вот, сначала дух мой, потом слова мои, да. Но, опять же, дух не как насилие, а когда у вас появляется стремление. Вот, в Торе посылка, то, что мудрость даётся и раскрывается для тех, кто хочет мудрости и желает мудрости, она повторяется многократно, да. Да, в пустыне, наверное, это было как бы сильнее, чем обычно, потому что там всё происходило чудесным образом. Но, тем не менее, принцип тот же самый, да. И вот я выписал для вас из шмот, и ты говори всем мудрым сердцем, да, кого я исполнил духом мудрости. Мудрые сердцем, то есть у них есть желание, да. Мудрые сердцем, в сердце желание, да. Вот, у них есть желание к мудрости, и я исполнил их духом мудрости. Я усилил их желание и начал им раскрывать мудрость, говорит Всевышний, да. Вот, и в сердце всякого мудрого сердцем, да, мудрого сердцем, да. Того, кто сердце стремится к мудрости, да, к постижению мудрости, да. Да, вселил, вселил мудрость, да. Вот, и желающему мудрости дал еще, еще больше этого желания, дал способности получать мудрость, да. Это вот то, что говорит царь Шламу, да. Вот мудрость зовет, призывает, что нужно, ну, только проснитесь, только поймите, что мудрость – это величайшая ценность, захотите, обретите вот это желание учиться, познавать, да, и я и залью на вас дух мой, да, возвещу вам слова мои, да, говорит как бы мудрость. Вот, вот, скажем, да, тут я хотел подчеркнуть какой-то момент один, не знаю, как мы сейчас, ну, давайте, давайте, давайте его затронем, давайте его затронем, да. В Торе посылка о том, что мудрость приходит свыше, в любом случае она повторяется многократно, не только как бы желание мудрости, но и сама, так сказать, информация. Вот это эврика, когда человек что-то понял, да, когда он что-то открыл, вот это приходит, это приходит свыше, да, и вот на это и залью я дух мой, да, как бы, и залью на вас дух мой. Не только желание, но и, как бы, должно быть желание, да, должно быть старание, но тогда приходит, открывается свыше не только как непосредственная помощь свыше, а просто как проглеск, как эврика, да. Во-первых, мы с вами неоднократно упоминали, что в трактате Таанит говорится, ягату мацата таамин лон, а если человек говорит, я трудился и не нашел, не верь ему, и только если он говорит, я трудился и нашел, тогда верь ему, речь идет об изучении Торы. И посылка здесь такова, что я трудился, 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 бился и нашел, нашел, не заработал, не получил зарплату, уплату, а нашел неожиданно что-то, да, вот, ну, грубо говоря, копал канаву, копал, копал, хотел докопаться до воды, да, хотел докопаться до воды, открыть источник воды, нашел жемчужину или клад. Нет, это принцип изучения Торы, человек бьется, бьется, и вдруг что-то приходит, что-то приходит свыше, да, вот, и в Иове, не помню, упоминали мы это с вами или нет, говорится так, да, это дается с вопросом, как Иов говорит с вопросом, мудрость, откуда ты найдешь ее, да, но в этом вопросе, как часто бывает, есть ответ. Мудрость, она приходит из айн, да, из бесконечности, из того уровня, на котором, так сказать, прячется Всевышний, айн, нет, нет, нет конца, нет ограничений, в этом слове скрывается слово они, я, оттуда, как бы говорит Всевышний, оттуда он дает, вот, оттуда он дает мудрость, да, так что не только, не только молитва сама по себе, не только исполнение заповедей, но и изучение Торы, это, так сказать, прямой непосредственный контакт со Всевышним, если человек прикладывает усилия, если он действительно хочет, как желание мы подчеркнули сначала, да, и трудится, и старается, и Саша нам он скажет тоже об этом, да, он получает, получает свыше, вот это Эврика, я нашел, продвинулся на новый уровень, а с этого уровня он может двигаться дальше, да, это, это изучение, изучение Торы, да, вот, интересно, что в 20-м, начале 20-го века был такой философ, Карл Поппер, философ, исследователь, исследователь, который выдвинул очень интересные положения, да, Беньямин Файн, очень интересный исследователь психологии, эпистологии, так сказать, да, он упоминает Карла Поппера неоднократно в своих книгах, да, вот, и Карл Поппер говорит, что знание существует объективно, то есть он, как человек неверующий, всегда выдумывает какие-то вещи, там, скажем, что вот есть этот глобальный разум, принадлежащий всему человечеству, да, вот, и этот разум существует независимо от конкретного носителя или субъекта познания, это его посылка, да, но что, да, с этого уровня, вот этого объективного такого глобального знания, да, по его посылке для нас это понятно, это уровень духовного мира, уровень, где раскрывается Всевышний, да, для него это такой некоторый накопитель знаний человечества на каком-то непонятном уровне носительной информации, вот, но это неважно, да, важно то, что Поппер считал, что новые издания могут возникать из взаимодействия с этим третьим миром, да, и, в общем-то, и только оттуда, да, только из, как бы, он исходит из того, что замкнутая система не может ничего породить нового для того, чтобы что-то в ней, в том числе и система знаний, да, для того, чтобы в ней появились какие-то новые знания, надо выйти за ее пределами, за ее пределы, да, он подробно разрабатывает эту философию, да, подробно разрабатывает эту философию, да, и для нас это очень хорошая иллюстрация то, о чем мы говорим, да, мудрость, к которой человек должен стремиться, Всевышний усилит это стремление, это стремление приведет к его работе тяжелой и усиленной, да, потому что он любит мудрость, он хочет найти ее, да, и тогда, тогда не только знания, как бы, скажем, технические, которые он обрел, не только вопросы, над которыми он бился, и человеку трудно получить ответ, да, ответ приходит, да, приходит ответ с уровня Всевышнего, да, вот теперь, и что говорит дальше нам царь Шламо, сын мой, если ты примешь Шлама мои и сократишь секунду, я не пропустил ничего, да, пропустил, да, да, пропустил, вот, пропустил, да, мы с вами были, сейчас секунду я проверю, мы были в 23 стихе, и вот мы в 24 стихе, за то, что звала я, говорит мудрость, но вы не отзывались, протягивала руку свою, но не было внимающего, и ни во что не ставили вы все мои советы, и не желали наставлений моих, я тоже посмеюсь над вашим несчастьем, потешусь, когда найдет на вас ужас, да, это слова, которые должны заставить содрогнуться, вот, а мы чаще всего прочитываем их как бы, ну, так, да, вот, как некоторая информация, да, кроме призыва, который прозвучал, есть предупреждение, да, есть предупреждение, и в этом предупреждении уже чувствуется какая-то реалия, заложенная за ним, что вот, несмотря на все усилия царя Шламо, люди очень плохо откликаются вот на этот призыв. Конечно, есть мудрецы, и, конечно, есть люди, которые любят что-то выучить даже между делом, между работой, но речь идет обо всем народе, да, если взять глобально, то народ пренебрегает мудростью, мудростью, основанной на Торе, да, вот, и он этим пренебрегает, и здесь звучит такая, как бы, угроза, очень суровая угроза, да, вы смотрите, когда найдет на вас ужас, это по-русски, да, а на иврите, когда придет как шоа, как катастрофа, придет страх ваш. Это, насколько мне помнится, это единственное слово, когда катастрофа, вот, шоа употребляется в пророках и Писании, и из этого она вошла в язык, обозначив такое вот трагическое, ужасное событие в нашей истории, да, и дамбе нужно было, слушая слово шоа, да, никого не обвинять, да, но понимать, да, что что-то произошло из-за того, что мы отказались от мудрости Торы, от настоящей мудрости Торы, несмотря на все ешивы, несмотря на хасидизм и движение мусар, все, что было в Галуте, где-то мы отказались от этой настоящей мудрости, да, вот, и, по всей видимости, отказались от корня мудрости, потому что корень мудрости, он в земле Израиля, да, все, что говорит царь Шламо, он говорит о мудрости, зовет, призывает, он говорит о народе, который живет в Израиле, Еремиагу, Еремиагу Бейха, в своем плаче о разрушении первого храма, он говорит, он говорит, царь и правители в плену, Торы нет, то есть, когда нету, когда царь и правители, когда нету государственной власти еврейской, да, Еремиагу говорит по-простому, Торы нет, да, там, где нет еврейской власти, там не может быть, не может быть Торы, в том смысле, конечно, может быть, и безусловно, но той высокой Торы, которая может спасти, ее быть не может, да, для того, чтобы, для того, чтобы постигать Тору, народ должен быть свободным, иметь свое правительство, вот, иметь свои структуры, свою систему образования, которая не зависит от других, не еврейские школы, которые там контролируются украинскими властями, или, как сейчас в России происходит чистка сионистских, раввинов сионистского такого направления, да, там Торы настоящий быть не может, только у свободного народа, но это я в скобках, скажем, соображения такие по поводу слова шоа, да, что-то произошло, что-то произошло, так сказать, с недооценкой, с недооценкой настоящей мудрости, это мое соображение, можно с ним спорить, пожалуйста, вот, мне показалось важным это подчеркнуть, а мы сейчас возвращаемся, да, к основным идеям шлому, да, Тора, мудрость говорит, я посмеюсь над вашим несчастьем, это какой-то ужас, да, мудрость Тора, она не плачет, она не плачет, она смеется, потешусь, когда найдет на вас ужас, то есть, что это значит, да, смех, насмешка, это полный разрыв, полный разрыв, я не говорю уже обвинение, обвинение, что вы сами виноваты, да, это полный, полный разрыв, да, не осталось никакой связи, когда плачет, это еще связь, да, в этом плачет, с одной стороны, это какая-то безнадежность, потому что плачет над тем, что нельзя поправить, да, с другой стороны, есть связь, да, и когда есть плач, есть все-таки есть надежда, да, здесь смех, нету надежды, да, нету надежды, никакой надежды нету, да, полностью утратили мудрость, и то, что на вас обрушилось, мудрость смеется, да, когда постигнут беда, когда найдет на вас ужас, когда гроза, как гроза, и придет на вас несчастье, как вихрь, и когда постигнут вас беда и горе, тогда будут они звать меня, но я не отзовусь. И здесь еще одна потрясающая посылка царя Шламо. И вот, а уже есть раскаяние, а уже говорят, ой, нам надо было учить Тору, нам надо было быть мудрее, давайте мы сейчас обратимся к Торе, давайте мы сейчас восполним вот этот недостаток мудрости. И что? Тогда будут они звать меня, но я не отзовусь. Как это не отзовусь, да? Любое желание положительное, позитивное, любая молитва находит отклих. Как же мудрость говорит, что она не отзовется? Будут разыскивать меня и не найдут меня. Как же так, да? Будут искать эту мудрость Тору и не найдут меня за то, что ненавидели они знания и не избрали для себя страха перед Богом, да? Не хотели принять совета моего, да? Здесь такой момент, над которым царь Шламо тоже как бы заставляет задуматься, да? Когда люди вдруг понимают, что они неправы, что нужно было, так сказать, больше учиться, лучше учиться, а не осознавать, анализировать, да? Они говорят, мы сейчас исправим. Мы сейчас изменим систему образования. Вместо этой книжки мы возьмем эту книжку и будем учить ее, да? Мы сейчас заменим министра образования. Вместо этого поставим этого, да? Это, да, и вот поэтому Тора говорит, что она не откликнется, потому что нету осознания проблемы. Есть желание приставить заплатки туда и сюда, да? Для того, чтобы вернуться к Торе, вернуться к истинным знаниям, да? Нужно глубокое осмысление проблемы, да? Ее исправление на всех уровнях, а не приклеивать заплатки там и сям. А первое, что приходит в голову – давайте приклеим заплатки, да? Давайте приклеим заплатки, да? Да, ты, как иногда говорят, да, что вот есть, понимают, что в нашем изучении Торы есть много недостатков. Я не хочу сказать, что оно все бессмысленно, упаси Бог, но есть недостатки. И говорят, мы должны перейти от Торы Галута к Торе Израиля. Как мы это сделаем? Мы вместо Талмуда Бавли, вместо Вавилонского Талмуда, мы будем учить Иерусалимский Талмуд, да? Нет. Это то, что называется – ставить заплаты. Какая разница, что вы будете учить, да? Важно, как вы будете учить. Важно, какую информацию вы будете извлекать из этого, да? Талмуд Бавли, он, я уж не говорю о том, что он не менее, так сказать, сионистский и связан с землей Израиля, чем Талмуд Иерушалми. Я не говорю об этом. Ну, зависит не от книги, а от вас, от вашего подхода, от вашей глубины, от вашего желания понять, что настало новое время, и оно требует осмысления Торы, так сказать, по-новому. Ничего не надо переделывать, надо раскрыть глубину, связанную с нашим временем, связанную с землей Израиля, да, вот, а одну книжку заменить невозможно на другую. Давайте учить Равкука. Ну, давайте. И что? Важно же не что мы учим, а что мы из этого извлекаем. Нужно прежде всего, прежде всего, и царь Шламой сейчас об этом скажет, затронуть себя, переделать себя, а потом уже совершать действия, так сказать, во внешнем мире, в системе образования, да, менять один учебник на другой, да, вести изучение, вести изучение в школах Равкука, да, вот, сначала нужно себя, да, потому что Тора говорит, да, потому что Тора говорит, за то, что ненавидели они знания, знания не любили, да, а полюбят ли они сейчас знания, или они его будут использовать как заплаты, и не избрали для себя страха перед Богом, не избрали перед себя Ирад и Ашем. Ирад и Ашем, страх перед Богом, как нам было сказано уже, это начало, начало всего, это начало всего. Это весь подход к жизни, подход к Торе, да, это страх перед Богом, трепет перед Богом, ощущение того, что ты стоишь перед Всевышним, да, и хочешь сделать правильно, в какой-то степени это можно назвать ответственность, ответственность, и это не приходит откуда-то, да, это вот эта точка выбора, точка свободы выбора, трепет перед Богом, потому что, когда ты избрал трепет перед Богом, ты уже избрал дорогу, по которой ты пойдёшь, весь остальной выбор, ну, я бы сказал, мелочи жизни, ну, может быть, это не совсем так, да, но выбор трепета перед Богом, что я буду жить с ощущением того, что Всевышний передо мной, и я перед Всевышним, как говорил Давид, «Шевити Гошем ленигди томит», я всегда представлял Бога перед собой, да, просто как бы видел его перед собой, и жил так, да, это трепет, это трепет перед Богом, его нужно выбрать, с этого всё начинается, а менять один учебник на другой – это уже потом, да, и, значит, и об этом кричит Тора, да, не в том, проблема не в том, чтобы вы что-то недоучили, проблема не в том, чтобы вы недоучили, проблема не в том, чтобы вы много работали и мало изучали, да, говорят, что тот, кто изучает немного и тот, кто изучает мало, они где-то, по крайней мере, в каком-то смысле, они равны, да, Дело не в этом, не во времени, который вы просидели за книгами, не в том, какие вы книги учили, а в вашем подходе, трепетом перед Богом. Был бы трепет перед Богом, вы бы прислушивались к тем мудрецам, которые вышли на улицы и которые зазывали только «давайте поговорим», да, вы бы прислушивались к ним, если бы был трепет перед Богом. «Не хотели принять совета моего, презрели всякое наставление моё, то вкусят от плодов пути своего и насытятся злыми замыслами своими, потому что отступничество лиховерных убьёт их, и беспечность глупцов погубит их». Тут даже как-то трудно что-то комментировать, да, беспечность глупцов, потому что они сами выбрали беспечность. Легковерность, да, глупцов погубит их, потому что они сами выбрали этот легковерный такой, да, лайт-подход к жизни, да. Но слушающий меня, да, я в скобках взял здесь народ, потому что прежде всего речь идёт о народе, да, вот, будет жить безопасно и будет спокоен, да, не страшась, да. Секунду, у меня тут переходы от страницы к странице, да, будет жить не страшась, да, вот, это последнее предложение предыдущей главы. Секунду, никто из-за чего не... Так, да, будет жить не страшась, да, вот, и на этом заканчивается вот обращение мудрости, да. Вот, и дальше идёт обращение царя Ашламу к своему сыну, который говорит, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твоё к прозорливости, да, если призовёшь понимание и глаз твой поднимешь, взывая к прозорливости, если будешь искать её, как серебра, и разыскивать его, как клад, то поймёшь трепет перед Богом». То есть, да, то, что прежде всего нужно, да, это стремление к мудрости, да, это желание обрести её ничуть не меньше, чем разбогатеть, да, вот, если будет такое желание, то что? То опять ты возвращаешься к началу, ты поймёшь трепет перед Богом, да, вот, если у тебя будет стремление к мудрости, да, то у тебя пробудется трепет перед Богом. Возможно, да, и будет понимание, да, поймёшь трепет перед Богом, будет понимание того, насколько он важен, насколько он является основополагающим во всём и в той же, в Торе, в тех же знаниях, насколько он является основополагающим, насколько нельзя от него, насколько нельзя от него отрываться от этого трепета перед Богом, да, возможно, можно сказать, что ты поймёшь глубже, что такое трепет перед Богом, да, что трепет перед Богом – это не страх, даже не боязнь, да, в конечном итоге это любовь ко Всевышнему, да, он пересекается, трепет перед Богом, он пересекается с любовью. Почему? Потому что ты стоишь перед Богом, да, и ты боишься что-то сделать неправильно, да, стремишься, ты боишься что-то сделать неправильно. Почему? Не потому что ты боишься наказания, а потому что ты боишься сделать неправильно, потому что это его мир, который он создал с любовью, да, и ты боишься привнести сюда что-то против его желания, да, и этот трепет начинается пересекаться с любовью. Может быть, об этом идёт речь, да, но прежде всего поймёшь трепет, поймёшь его важность, поймёшь, какое значение он играет в каждом моменте жизни, да, в изучении Торы прежде всего, да, а может быть, поймёшь и по-другому свойство трепета, да, как говорил антигнус Ишсоха, не будьте как слуги, да, которые, впреки о воде, да, не будьте как слуги, которые служат господину ради награды, а будьте как слуги, которые служат господину без надежды получить награду, да, о чём он говорит? Он говорит о слугах, уровень слуги – это трепет перед Богом, и вот здесь трепет перед Богом начинает пересекаться с любовью, потому что, да, слуга, который служит не ради награды, да, может быть, в этом как бы понимание трепета, более высокого уровня трепета, о котором говорит Шламу, обращаясь к своему сыну, ибо Бог даёт мудрость, из уст, из уст, ибо Бог даёт мудрость, как мы говорили, да, что мудрость, она от Всевышнего, да, откуда-то из айн, в котором скрываются они, да, из уст его знания, да, из уст его, из уст пророков приходит знание, да, понимание, осмысление Торы, говорят, что в пророках нет ничего того, чтобы не было в Торе, но тем не менее, да, они позволяют понять и глубже осмыслить Тору, да, вот из уст пророков знание, как поступить, как сделать правильно, да, и предвидение, умение предвидеть ситуацию, да, это то, что дают пророки, да, он сохраняет для прямых спасение, да, и дальше Шламу говорит о том, человеку прямому, которого трудно сбить с пути, которого он выбрал, его не дурные желания не сбивают, не взятки его не сбивают, он идёт к намеченной цели, это не значит, что он, как говорят, упёртый, да, и вот он будет всё время гнуть одну и ту же линию, нет, он прямой, он может быть очень и очень хитрым и гибким, да, но что? Он всегда будет идти к цели, он никогда не изменит своей цели, да, ни на секунду, да, вот погулять, выпить, а потом вернуться опять к благим делам, нет, да, он прямой, да, какие бы, какие бы средства он не избирал для достижения цели, ну, естественно, допустимые, да, вот, и прямому человеку, естественно, трудно, Шламу обещает, Бог хранит прямых, он чьит для идущих бесхитростно, то же самое, да, вот, если иногда трудно, можно сказать, правду поступить по правде, знай, Бог защищает, да, чтобы охранять пути суда и оберегать дорогу благочестивых своих, тогда постигнешь ты справедливость и правосудие и честность все круги, все круги добра, здесь круги можно понять как уровни, да, а здесь можно понять, что добро, оно тоже, да, оно не ходит по прямой, да, у него есть свои круги, когда оно стремится к цели через справедливость, это одно, правосудие это другое, да, а честность это, это совсем другое, а иногда оно может и как бы отойти от честности, да, вот, это круги, это круги добра, да, вот, здесь я остановлюсь с вашего разрешения, да, вот, и, пожалуйста, если есть, а я нажимаю стоп-шер, вот, если есть желание задать вопросы, да, я вижу, что Михаэль призадумался, да, от такого обращения, от такого обращения мудрости, да, Михаэль призадумался, давайте считать, что, давайте считать, что это максимум, да, Сарш-Ламо максималист всегда, да, он, как бы, если так можно сказать, перегибает палку, да, но то, что он говорит, скажем, ну, допустим, что это не произойдет и не происходит, но нужно иметь в виду, нужно иметь в виду, да, вот, говорят, что для того, чтобы разрушить общество, его моральные основы, духовные основы, культурные основы, нужно четыре года, я не знаю, почему кто так измерил, ну, говорят, четыре года, а для того, чтобы восстановить, нужно сто лет, и вот, прочитав это, прочитав, прочитав эту посылку Сарш-Ламо, мы понимаем, что действительно, когда люди исходят из неверных или легковесных таких представлений о мире, очень трудно вернуться к настоящему, да, они уже хотят вернуться к настоящему, но они не знают, как все это сделать, да, одну заплату приставили там, другую приставили там, и вот, вроде бы так, вот, то, что мы привыкли, можно и продолжать, да, и вот, это посылка царя, посылка царя Сарш-Ламо, я не думаю, что здесь надо пугаться, но надо это учитывать, да, надо это представлять, да, вот, побежали сюда, уже поняли, что что-то не так, побежали сюда, побежали туда, это сделали, сейчас создали такую-то организацию, вот, это, все, скажем, общество, политика, все, вот, мы сейчас будем голосовать за этих или за этих, да, все это, может быть, и нужно, но это не изменяет принципиально ситуации, принципиально ситуацию изменяет осознание, которое начинается с трепета перед Всевышним, да, который человек делает по собственному выбору, главный выбор, да, когда он начинает себя ощущать стоящим перед Всевышним. Если бы наши генералы действительно раскаялись, если бы они сделали этот выбор, да, ощущать себя стоящим перед Всевышним, то у нас бы не было сейчас этой ситуации ужасной, которая ужасной была не только 7 октября, но и после 7 октября, из-за чего? Из-за непонимания, из-за нежелания ориентироваться на трепет перед Всевышним, а желание продолжать те же пораженческие концепции, подыгрывать врагу и так далее, да, то есть поменять эти концепции, да, как вот Маше Фейглин, замечательный мыслитель, не столько политик, как мыслитель, он говорит, да, определяющей является концепция осла, да, это то, что мы не можем победить, мы должны отдать врагу территории, мы должны с ним договариваться, мы должны его покупать, мы должны ему, мы должны закрывать глаза на то, что он делает, мы должны сливать ему миллионы, вот для того, чтобы он сидел спокойно и тихо, потому что мы его этим подкупаем, да, не трогай его, давай ему строить туннели, эта вся концепция, она продолжает действовать, да, продолжает действовать, вместо того, чтобы проникнуться страхом перед Богом и посмотреть, как нужно действовать в таких ситуациях с точки зрения Торы, по-настоящему, да, это, это то, о чем, то, о чем говорит царь Шламов, да, все раскалились, все раскалились, все взяли на себя ответственность, мы, говорит, были неправы 7 октября, мы, говорит, смотрели, мы смотрели не в ту сторону, надо было в другую сторону смотреть, ну и смотрели в другую сторону, так что? Нужно поменять концепцию, понимание, и исходить из трепета перед Богом, да, вот. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, то есть последние десятилетия, получается, самая главная проблема еврейского народа, это вот такая ограниченность разума, ограниченность осознанности, адекватности происходящего, поверхностный тип мышления, который и приводит к тому, что мы трепет не ловим, не ощущаем трепет перед Всевышним. То есть вот эта ограниченность вот такой осознанности, рефлективности, понимания ситуации, об этом речь, да, это такая вот серьёзная проблема главная, правильно? Ну, это, конечно, правильно, да, теперь, скажем, как бы нужно было бы найти те основные точки, да, которые бы изменились, если бы у людей был трепет перед Богом. Самая главная, основная точка, по моему глубокому убеждению, это отношение к земле Израиля, да. Какой же может быть трепет перед Богом, когда Бог открыл ворота, когда ты можешь приемли сюда, когда ты можешь жить здесь, когда ты нужен своим братьям, которые здесь борются, ковыряются здесь, да, и как же ты можешь оставаться за пределами земли Израиля? Какой у тебя там трепет? Из чего ты исходишь? Из желания Бога, который человек, у которого есть трепет, должен был бы выполнить? Или ты исходишь из личных соображений и интересов? Трепет перед Богом – это понять желание Бога и исполнить его. Испугаться быть неправым в этом, скажем, исполнении, да, то есть как-то не так исполнить, да. Это трепет перед Богом, да. Бог хочет привести сыновей Израиля в землю Израиля. Заповедь, записанная в шелха на рухе – жить в земле Израиля всегда в любое время, прикладывать усилия для ее завоевания, да. И о каком трепете можно говорить, когда все еще большинство народа остается за пределами земли Израиля? О каком трепете народа, который мог бы спасти, когда этот трепет проникает не в одну душу и не в две души, а весь народ, да. О каком трепете можно говорить, когда подавляющее большинство остается за пределами земли Израиля? Да, вот. И, конечно, есть эта ужасная прослойка, не такая большая, скажем, да, вот как её назвать, нерелигиозная, прогрессивистская, да, скажем, которая прониклась вот идеями, мировыми идеями прогресса, да, и давит нас, да, этот прогресс, он, прогресс очень такой настойчивый, воинственный, да, вот, вот, чтобы все были равны, уравнять всех силой, вот, ты, говорит, ты, говорит, мужчина, а ты женщина, это неправильно, это неправильно, ты не имеешь права, не то, что ты там солидизируешься там с этим или не солидизируешься, ты не имеешь права, а это прогресс, и так он во всём, да, есть большая прослойка в Израиле, большая, небольшая, вот, те, которые становятся на сторону этого прогресса, безусловно, это проблема, но я вижу исправление ситуации, да, они отпадут, эти все прогрессивисты, они исчезнут, вся эта улица Каплана, это всё исчезнет, если будет массовая алия, просто массовая алия, которую невозможно остановить, да, да, как говорил раб Юханан, да, вот, освобождение Израиля похоже на день дождей, да, когда, как говорится, шуу гашем, как говорится, что верни бог наших пленных, как потоки в Негове, я не раз вам говорил просто этот образ, да, что потоки в Негове, они появляются неожиданно, и остановить их невозможно, невозможно, да, это наше спасение, никто не остановит этот, этот огромный поток, да, огромный поток, он смоет всё, всё, всё эту нечисть он смоет, да, и некоторые говорят, неизвестно, какие евреи приедут, и всё, пусть приедут, пусть приедут, здесь разберёмся, пусть они нас не давят из своей Америки, буквально, Блинкин и все прочие, да, пусть они кончат нас давить, приедут сюда, и всё сразу решится, по крайней мере, на 60%, на 70%, все проблемы сразу решатся, да, вот, и, значит, трепет перед Всевышним, да, где эта точка выбора, что нужно сделать, в чём желание Всевышнего, да, оно, наверное, в каждое время оно разное, да, но одно остаётся неизместным, да, как вот слово, слово «нецах», «вечность», оно определяет Ирушалаим, да, и оно же определяет и цель, да, Ирушалаим – это цель, и он всегда останется неизменным, да, вот, и это та цель, которой Всевышний стремится и нам следует стремиться, вот, ну, это представляется так, не знаю, вот, окей. Так в этом именно проявляется недостаточная осознанность. Например, Датну, вот, Рамхаль делает диалог между разумом и душой, и там разум учит душу, разум, разум учит душу, постоянный диалог между разумом и душой, вот, то есть, мне кажется, что если мы будем более критически относиться к информации, к адекватности мира, то мы придём и к пониманию необходимости Алии, и к пониманию трепета перед Творцом. – Совершенно верно, совершенно верно, но для критичности, для любой критичности нужна точка отсчёта, как говорят, да, как говорил Галилей, Галилей, нет, ну, напомните мне, дайте мне точку опоры, да, это Архимед, Архимед, да, Архимед, который исследовал рычаг, так он говорил, дайте мне точку опоры, я перевернусь в мир, весь мир. То же самое с нами, дайте нам, дайте нам ту точку, которую мы осознали, что это Ерат Шамаем, это трепет перед Богом, это его желание, мы должны его исполнить, дайте нам эту точку, мы перевернём весь мир. Нужно нащупать эту точку, да, то, что вы говорите, это правильно, совершенно, да, вот, разум учит душу, объясняет ей, да, вот, это всё, всё абсолютно, всё абсолютно правильная посылка, да, вот, но нам нужна вот эта отправная точка, да. Это потрясающе то, что нам говорит царь Шламо, да, трепет перед Богом – это дело выбора взрослого человека. Вначале, скажем, да, как мы говорили, это ребёнок, или это инстинктивно его, или это из семьи, да, а вот теперь, когда речь идёт о мудрости, о какой-то ситуации, да, это выбор человека. Выбор человека. Я стою перед Богом, как царь Давид, или я не стою перед Богом, да, или Бог у меня в кармане. Окей, ладно. Значит, прошу не пугаться, всё будет хорошо, нам главное понять, разобрать тексты, да, уже будет лучше, уже будет лучше, да, хорошо. Вот, вывод обычный, не знаю, о чём вы говорите, но ехать надо, да, вот, и желаю всем-всем-всем самого хорошего. Не хочется даже с вами расставаться после такого оптимистического разговора. Вот, и хорошо. Спасибо. Спасибо за участие, за поддержку, за внимание. Будем продолжать дальше с вашего разрешения. Жду уже следующей встречи. Натану, огромное спасибо. Да, Натану, спасибо. Равзеев, спасибо. Огромное спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всем спасибо за участие. Маленькое дополнение. Я думаю, что это в тему нашего разговора. Вот в последних новостях было сказано, что ведущие сефардские раввины публиковали совместное заявление о том, что служба в армии является грубейшим нарушением ТОРа. И к ним присоединяются раввины Агудат-Исраэль. Так, материал для раздумывания. Сэда? Для раздумывания, да. Здесь я хочу напомнить, что Хофицхайм, который проделал огромный путь через всю Европу и через Атлантический океан, приехал на заседание Агудат-Исраэль, он с первого же заседания оттуда вышел. Просто вам об этом не расскажут, да. Потому что это первое заседание началось с критики Раф Кука. Он сказал, если они собрались для этого, для того, чтобы критиковать такого праведника. Он был очень дружен с Раф Куком. То я ухожу. Он ушел, его больше не вернули. Ну да. Вот. Самого доброго. Всего самого доброго. Спасибо за оптимистическую ноту, которую ты добавил. Натан, очень порадовался. Спасибо. И это пройдет, Натан. И это пройдет тоже. Окей. Счастливо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...